всем доброго дня ребят сегодня у нас вот такая вот актуальная статейка сегодня будем говорить над вопросом можно ли смешивать антифризы вообще сегодня закроем очень много вопросов а именно можно ли смешивать антифризы одного производителя одного цвета разных цветов разных характеристик там g12 g13 g11 в общем у меня есть видео про красный зеленый синий антифриз ну там это сол и вот постоянно идут вопросы вот эти вот можно ли смешивать нельзя вот подскажите хочу добавить там в то сол зеленый антифриз зеленый антифриз добавить красный антифриз там и так далее и тому подобное постоянно я отвечаю 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 вопросы идут идут и идут и вот сегодня хочу снять одно вот видео которое закроет все вопросы буду потом просто кидать на него ссылки в общем давайте да кстати вставлю потом вставочку в конце вот у меня есть зеленый антифриз есть синий тасол их смешаю и покажу что получится и так ребят давайте вначале разберемся над антифризами на данный промежуток времени у нас их существует всего три основных вида там идут под группы в общем это g11 зеленый антифриз потом идет значит g12 красный и g13 фиолетовый но он еще может быть желтый да ребят сразу скажу они по цветам все могут различаться то есть g11 может быть синий может быть красный там доход серо-бурмалиновый в зависимости того какой кинуть в него краситель также дело может быть и с красным он не обязательно может быть красным бывает и желтым бывает и зеленым но синим я не видел а вот g13 он более стабильный пока что потому как он новый то есть он фиолетовый либо желтый вот давайте сначала поговорим над g11 и g12 почему поймете сейчас поймете g13 все-таки потом его обсудим скажем так вот в общем основная составляющая у этих антифризов и у того и у другого это этилен гликоль гликоль плюс вода дистиллированная вот так вот напишу плюсик вот это вот база вот эта база составляет примерно 80 процентов а иногда даже больше где-то читал до 85 процентов от общего объема вот от общего объема всей охлаждающей жидкости то есть этилен гликоль плюс дистиллированная вода 80 85 процентов и только около 15 процентов идут присадки у г-11 эти присадки можно назвать защитные а вот у г-12 эти присадки у нас являются антикоррозионными так вот напишу да хочется отметить ребят у г-11 эти присадки химические в основном то есть ну скажем так это химикаты а вот в г-12 могут применяться уже органические присадки не будем сейчас залезать опять-таки в глубь какие они там химические какие они органические да потому что это видео тогда разрастется у нас опять до 30 минут что происходит вот у защитных присадок эти присадки защитные они обволакивают все трубки все патрубки создавая пленку вот для чего вообще присадка нужна она должна защитить от вот этой вот жидкости тилен гликоля плюс дистиллированная вода все наши внутренности вот это вот жидкость она очень активная она может провоцировать ржавчину разъедать там шланги и так далее и тому подобное и чтобы усмирить вот эту вот жидкость нам нужны как раз вот эти вот присадки присадки они усмиряют пылу вот этой вот жидкости в общем защитные присадки внутри трубок образует защитный слой то есть это тоненькая тоненькая пленочка да и вот Изолирует изнутри нашу жидкость. Антикоррозийные присадки не образуют никакой пленки. И только когда начинают появляться очаги коррозии. Где-то на трубочке, на шланге что-то начинает образовываться. Эта присадка очень быстро реагирует на этот очаг и изолирует его. Она его чик и запечатывает. Эти присадки отличаются. Чем плохие присадки у Г-11 антифриза. Эти химические присадки. Они плохи только тем, что так как они образовывают пленку на трубках. Очень сильно падает охлаждение. Порог этого охлаждения уменьшается. Здесь же охлаждение намного лучше. Потому, как нет никаких пленок. А действие происходит только на очагах. Давайте теперь пойдем по смешениям. Сразу хочу ответить на Г-11 и Г-12. Если вы берете различных производителей. То есть, вы берете, например, Г-11 зеленый антифриз одного производителя. И Г-11 зеленый антифриз другого производителя. Можно ли их смешивать между собой или нельзя? Ребята, да конечно это можно делать. И понимаете, если стоит буковка Г-11. Вот эти вот характеристики, этот стандарт. Это означает, что они абсолютно похожи. Там даже красители у них одинаковые. Зеленый. Можно смешивать вообще не боясь. Та же самая картина у нас и с Г-12 антифризом. Если вы красный берете одного производителя. И красный берете другого производителя. Смешивайте между собой. Ничего страшного у нас абсолютно не произойдет. Что еще хочется отметить. Вот Г-11 зеленый и синий антифриз. Либо тасолы. Тасол по сути это то же самое у нас с Г-11. Только тасол это у нас российское производство. И называется он тасол, а не антифриз. И у него нет вот этой вот градации Г-11. Но если его классифицировать по именно вот этой классификации. То это не что иное, как тасол, скажем так, антифриз Г-11. То есть, тасол и зеленый Г-11 антифриз. Они очень похожи между собой. То есть, это нужно просто понять. И тасол, и зеленый антифриз. Можно смешивать не боясь. Вот давайте сразу, не отходя, как говорится, от кассы. Проведем с вами небольшой эксперимент. Так, листочек я пока уберу. Вот, смотрите. Значит, синий и зеленый антифриз Г-11. Вот видно. И тасольчик идет. Есть у меня вот такая вот, ну, как бы, пластиковый стаканчик. Что мы делаем? Берем, наливаем туда, значит, тасола. Немножко грамм. Это тест, скажем так, на сворачиваемость. Многие пишут, что если ты вдруг добавишь в тасол Г-11 антифриза, все свернется, сразу выпадет осадок, там и все. Люди в опасности. Все пропали, короче. Вот, смотрите. Вот столько вот я налил. Примерно где-то, ну, чуть меньше половины стаканчика. Давайте нальем столько же зеленого антифриза. Ну, даже вот меньше получилось. Ну, и что? И смотрим. Смотрим. Абсолютно ничего у нас не произошло. Все у нас, вся жидкость окрасилась в зеленый цвет. Нет, ничего, никакого осадка у нас не выпало. Ну, и как видите, все прекрасно. То есть, вот, видите, жидкость абсолютно прозрачная. Ну, есть пузырьки, но это от наливания было пузырьки. То есть, ничего не пузырится, ничего не закипает. Стакан у нас холодный. Ну, и жидкость прозрачная. Как я и говорил, эти две жидкости, эти два состава, вот эти вот, они, по сути, у нас это одно и то же. То есть, они имеют абсолютно одинаковый химический состав и различаются только красителем. Ну, давайте вот оставим вот сюда вот этот вот стаканчик. Я убираю. Он будет стоять все видео. В конце видео еще раз посмотрим. Так. С Г-11 и Г-12 разобрались. То есть, если лить различных производителей, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы эти производители были у нас, скажем так, неподдельными. Неподдельными. Про это тоже будет видео в конце. Так. Теперь, что же касается... Так. Про цвет поговорили. Про... Ну, да. Вот, ребята. Хотел сказать про цветы различных производителей. То есть, одинакового цвета можно смешивать. Также можно смешивать различных производителей. То есть, если Г-11 одного производителя и Г-11 другого производителя, смешивать их можно. Кстати, это можно сделать и с красным, и с фиолетовым. То есть, по сути, фиолетовые и желтые антифризы, да, вот, если они Г-13, если их смешать, то так же ничего страшного не произойдет. Они абсолютно одинаковые. Они различаются, опять же, только цветом. Теперь давайте поговорим про различные характеристики. Что будет, если смешать Г-11 и Г-12? В общем, смотрите, ребята. Так как состав у нас одинаковый, вот этот вот, да, различие у них получается только в наших вот этих вот присадках. Если брать одного производителя, то эти присадки, они, в принципе, могут быть с собой, ну, скажем так, взаимозаменяемы. Да и даже если брать и различных производителей, да, опять же, повторюсь, ребят. Берите, ну, чтобы антифриз был, ну, хоть как-то брендовый, да, чтобы он не был какой-то ну-нейм, там, не пойми, кем сделано и так далее. Потому что, если вы возьмете антифриз дорогой, если смешаете с дешевым, то большая вероятность, что дешевый окажется поддельным. Ну, про это все чуть позже. Обязательно досмотрите до конца, будет интересно. Так, вот если Г-11 и Г-12, то есть смешиваем, например, зеленый и красный, что будет? Да, так же, в принципе, ничего критичного не будет. Однако, однако, у вас смешаются вот эти вот химические защитные, да, и органические присадки. Они войдут у вас как бы в смешение и сделают они такую, как бы, гибрид сделают. Вот смотрите, если, например, у вас автомобиль высокотемпературный, а вот эти вот антикоррозийные присадки работают при более высоких температурах. Если вы добавите туда Г-11, а Г-11, они работают, так как они обволакивают трубки, они работают с меньшими температурами, да. То вот эта присадка, она может трубки у вас обволакивать внутри, внутри, да. И автомобиль будет хуже охлаждаться. То есть, есть вероятность, что он у вас, ну, даже, может быть, будет перегреваться. Конечно, если вы добавите какие-то там, не знаю, там 100-200 грамм вот такой вот стаканчик, да, в свою систему охлаждения. То ничего страшного не произойдет. В принципе, этот стаканчик там растворится и все, да, он, ну, будет работать там, обволакивает эти трубочки, будет обволакивать. Но ничего опять страшного не произойдет. Конечно, есть производители, ребят, которые, вот, например, не рекомендуют смешивать свой антифриз, допустим, Г-12, да, с антифризами, вот, ни Г-11, ни Г-13, них добавлять нельзя. Почему? Потому что они применяют свои авторские присадки, вот эти вот, которые несовместимы ни с этими, ни тем более с этими присадками. Вот. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев, да, даже некоторые производители-то, они выпускают всю линейку Г-11, Г-12, Г-13. И они говорят, что Г-11 и Г-12, они, в принципе, смешиваемые между друг другом. Но я вас не призываю это делать, особенно в Г-12 добавлять Г-11, иначе перегреете свой мотор. Лучше, если вы не можете найти там свой антифриз, ну, то есть, Г-12 у вас какой-то фирмовый залит, да, купите Г-12 другого производителя нормального и добавьте в свой же. Это будет правильнее. Не нужно смешивать Г-12 с Г-11, тем самым вы понизите класс своей жидкости, и охлаждаемость у вас упадет. Если в Г-11 добавить Г-12, его немножко повысите класс этой жидкости, и это, в принципе, прокатит. Но в Г-12, и, ребят, еще раз повторяюсь, в Г-12 я вам не рекомендую добавлять Г-11. С ТАСОЛом разобрались, почему ТАСОЛ и зеленый антифриз можно смешивать между собой, да, потому как, а это, в принципе, одно и то же. Также мне часто задают, а можно, например, вот у наших автомобилей, да, там находится ТАСОЛ, либо зеленый антифриз, можно его слеть, добавить в Г-12. Ребят, в принципе, можно. Ничего страшного, опять же-таки, не произойдет. Вы даже немного повысите свой температурный порог. Но, как я говорил в некоторых видео, не у всех производителей, но у некоторых, да, цвета, они могут классифицировать еще, скажем так, уровень присадок, да. Но не то, что уровень присадок, а характеристика работы с металлами. Если у вас залит зеленый, то, скорее всего, у вас там какие-то идут там алюминиевые и так далее. А если у вас залит красный, это латунные, медные там, ну, где есть медь, да, то есть, вот они рекомендуются добавляться туда. Если вы добавите красный в приору, скажем так, да. Хотя сейчас приору, по-моему, льют красные. То есть, ничего страшного в этом нет. Тасол убрали только из-за того, что выросла температура самого двигателя. То есть, двигатель работает при более высоких температурах. И вот Г-11 уже не справляется. Можете залить красный, ничего страшного не произойдет. Но в старых автомобилях, в старых автомобилях, да, вот, ну, там, 80-х годов, если говорится, что заливается Г-11, лейте Г-11, это может быть критично. То есть, Г-11, он, допустим, с металлами вашего автомобиля работает более правильнее. Да, не разъедает ваши металлы. А вот красный может разъесть. Все, ребят, это разобрали. То есть, теперь, я думаю, вам стало понятно, да, и про смешение друг друга, про смешение, там, таких же цветов, там, и таких же классов. Переходим к Г-13, фиолетовый. Фиолетовый, это более совершенный антифриз. У него вместо этиленгликоля в составе идет пропиленгликоль, плюс также дистиллированная вода. Плюсом. Вот, этот состав также 80-85%. Но присадки здесь идут у нас гибридные. Гибридные присадки, вот тут вот напишу внизу. Что это означает? Гибридные присадки уже включают в себя как защитные, так и антикоррозионные. То есть, их здесь определенное соотношение. Никто не раскрывает, какое соотношение. Ну, давайте будем считать 50 на 50. То есть, взяли антикоррозионные и взяли защитные, смешали. И получилась вот такая вот у нас одна гибридная присадка. И этот антифриз я советую вам смешивать только с себе подобным. То есть, Г-13 смешивайте с Г-13. Почему? Потому что здесь идет пропиленгликоль даже в базе. А здесь этиленгликоль. Хотя эти одноатомные спирты очень сильно похожи друг на друга. Но они не одинаковы. Это, если хотите, то же самое, если смешать, например, медицинский этиловый спирт и технический спирт, например. Вы смешаете, и у вас получится ни технический, ни этиловый спирт. Вроде тоже какая-то смесь спиртов получится. Но как они будут взаимодействовать друг с другом? По крайней мере, пить уже это нельзя будет. Так же и здесь. То есть, если вы добавите Г-11 или Г-12. Там красный или зеленый антифриз. Фиолетовый. Ничего хорошего из этого не получится. Как отреагирует этиленгликоль на пропиленгликоль. Как они соединятся между друг другом. Что из этого выйдет, никто не знает. Особенно при нагревании. Если вдруг вы это все дело нагреете. Как это потом все отреагирует? Так же с присадками. То есть, если вы добавляете больше антикоррозионных, либо защитных. То вот этот перевес уже у нас будет в сторону. Туда или сюда. Опять же таки, мы не знаем, как эти присадки отреагируют на пропиленгликоль. Отсюда мораль. Фиолетовый и желтый антифризы. Я вам рекомендую смешивать с себе подобными. Потому, как здесь пропиленгликоль находится. Пропиленгликоль. Почему убрали этиленгликоль и начали добавлять пропиленгликоль? Да потому, что этиленгликоль это ядовитая субстанция. А пропиленгликоль это более экологичная. Более безобидная. Для окружающей среды, можно сказать, практически безобидная субстанция. Это все разработали G11. Если видно значки здесь изначально. Это все разработали на ВАГе. То есть, это Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Еще какой-то Volkswagen. То есть, грузовые и легковые Volkswagen. И так далее. То есть, это разработала компания ВАГ. Изначально. Сейчас начинают делать там другие производители. Уже они делают желтый антифриз. Вот. Мораль отсюда какая? Это жидкость. Более дорогая. Более технологичная. И так далее. Если вы полностью меняете. Вот здесь и здесь. Полностью меняете. Сливаете. Промываете все дистиллированной водой. И хотите залить G13 антифриз. Заливаете. Ничего страшного не произойдет. Этот антифриз на данный промежуток времени самый технологичный. Но я вам настоятельно не рекомендую. Допустим, у вас лилось там 2 литра красного. Вы решили бахнуть у него 2 литра фиолетового. Я вам настоятельно это не рекомендую. Вполне вероятно. При нагревании выпадет какой-то осадок. И что-то случится. Там забьется ваш радиатор. Там патрубки и так далее. Вот. Не рекомендую. То есть, эти между собой более-менее заменяемые. А вот G13 заменяем только G13. На 100%. Так. Теперь. С заключения. Как и обещал, ребят. Почему все-таки я не советую смешивать, например, дорогой антифриз и дешевый антифриз. Потому, что дешевый антифриз, но нейменный, да, он может оказаться поддельный. И при тесте, при нагревании, вот может у него там быть написано, что он кипит там при 100 градусах, при 110 градусах. Дорогой антифриз, да, действительно может кипеть там при 110, ну от 102, от 104 до 110 градусов у них идет. При нормальном атмосферном давлении. Вот. А дешевый антифриз, он может закипать уже при там 80-90 градусах. И если вы смешаете вот эти вот два антифриза, там красный дорогой и красный но нейменный, то вы понизите уровень своей жидкости значительно. Он у вас будет закипать уже там, но если смешаются они, да, там, он будет закипать у вас где-то при 95-100 градусах. А вам это надо? Переплатите вы 100 рублей и купите такой же антифриз, либо фирмовый нормальный антифриз купите. Чтобы не быть голословным, да, вы скажете там, да ладно, какие антифризы закипают, там, даже Г-11, там, да, они будут кипеть при 80-90 градусах. Вот вам небольшая вставочка, небольшое видео, смотрим. Итак, антифриз Г-11 синего цвета. Наливаем его в специальную емкость, специальный стакан лабораторный. И будем нагревать его на плитке. Нагревать будем до больших температур. Итак, как мы видим, антифриз наш закипает при температуре всего 86,5 градуса. Сейчас 0,6 будет. То есть идут уже пузыри, наш антифриз кипит. Напоминаю, это Г-11. Также это нам говорит, что в его составе применяются легкие спирты, которые вполне вероятно могут загораться. Если поднести к нему огонь, то, скорее всего, вспыхнет пламя. Вот сейчас смотрим. Вот, как видите, пылает таким сильным пламенем. Сильным-присильным. Использовать такие антифризы, это поддельный антифриз. Использовать такой антифриз строго-строго я вам не рекомендую. Итак, как вы поняли, антифриз запросто может кипеть. И еще раз, ребят, повторяюсь. Если вы смешиваете дорогой фирмовый антифриз, который у вас льют в дилерских центрах. У него температура закипания 105 градусов, допустим. А при давлении в 1,5-2 атмосферы температура закипания у него еще увеличивается. Потому, что давление вырастает в системе. У него температура может до 120-130 градусов доходить. Но если вы в дорогой антифриз капните дешевый непонятный но-нейм. То у вас вот этот вот порог закипания понизится. И ваш автомобиль может перегреться. Перегреться. И даже может, ну там, я не знаю, загореться, не дай бог. Вот такое вот видео. Думаю, сейчас уже все разжевано. Думаю, вопросов больше никаких не должно быть. Извините, что видео опять было большим. Но старался осветить все подробно, ребята. И, кстати, вот в конце еще раз смотрим. Никаких наших, видите, жидкость. Тасол и Г-11 антифриз абсолютно ничего нет. То есть еще раз подразумевает, что вы можете смешивать именно вот эти две субстанции. Все, ребят, на этом все. Думаю, видео вам понравилось. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Будет еще много полезных видео. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok